Национализм очень боятся все, потому что это ведет к дестабилизации максимум и к отсутствию дворников минимум. Весь наш национализм, условно говоря, сродни аристократизму дикого помещика, который говорил, как бы хорошо из моих владений весь мужичий дух выгнать. Ну и выгнали, и сидит он, и работает некому, на стол накрыть некому, сидит и ест печатные пряди. Так и будет. Сейчас пока в Россию едут работать мигранты, и она очень этому рада, потому что нет того, чтобы мигранты отнимали рабочие места. Никто вместо них работать не рвется, в дворнике большого конкурса не наблюдается. Хотя и помещение дают, и работа не так, чтобы уж очень адская, но не мешки ворочат. А ничего, они не рвутся. Так что я думаю, Россия прирастать мигрантами будет, и никакой национализм здесь не помеха. Национализм, вот такого самого очевидного толка, это не контр-катаджикский и не контр-кавказский, а это контркультурный проект, антикультурный. Это попытка заменить культуру, истребить ее, скомпрометировать, заменить ее галимой, апологетикой родного образа жизни. Эти люди ненавидят не таджиков, а толерастов, как они называют, не мигрантов, а интеллигенцию. И русская почва нечто всегда была антикультурным проектом. Они культуру считают признаком слабости. Они считают, что вот если в любви кто-то применяет ласки, это признак компетенции. А надо грубо ебать, вот, ну это же так скучно. Поскольку русский национализм позиционирует себя, как, прежде всего, контр-культурный, антикультурный, это вряд ли может быть популярным в массах. То, что сейчас происходит у нас, ну, вот, допустим, когда Навальный пошел на русский марш, врач отвечает, что еще и Навальный туда пошел. Навальный почему-то, хотя я к ним очень нежно отношусь, в целом, Навальный полагает, что это усилит его успех. Но русские националисты традиционно такие малоуспешные люди, так размущены они, никак не могут договориться, кто из них русский. Нет у них консенсуса по фундаментальным вопросам, по отношению к Сталину, по отношению к церкви. Ну, это довольно маргинальная, очень разобщенная горстка. Позитивный программ предложить не могут. Врага, кроме мигрантов, тоже не могут. Прикорм виден очень большой, в части, прикорменность и зависимость от власти. Так что я думаю, что как раз объединение с ними, это со стороны Навального определенная недальновидность. Они не популярны и могут утащить за собой на дно кого угодно. Но, слава богу, Навальный, кроме разовых совместных с ними акций, ничем себя не связал и не скомпрометировал. Одинтвнет.ру. Смотрю, что хочу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...